К нашему эфиру присоединяется Павел Олесянский, директор Института стратегических исследований безопасности, основатель Восточной правозащитной группы. Приветствуем вас в эфире, Фридом. Доброе утро. Доброе. Вот как в нашем сюжете уже было сказано, что это такая себе отчасти показательная история для Европы. Мол, что жители временно оккупированных территорий очень хотят там видеть Россию. Но мы понимаем, что идет невероятное давление со стороны оккупанта. Какие на сегодня такие основные инструменты давления используют оккупанты на временно оккупированных территориях Украины? Самое главное, наверное, это то, что они фактически с вооруженными людьми приходят, проводят по квартирным вход жилых помещений. И, соответственно, тот, кто не хочет голосовать, его просто задерживают для того, чтобы он в отделении полиции написал. Окупационной полиции написал объяснительную, почему он откажется принимать участие в этих псевдовыборах. Этот сценарий они отрепетировали еще на псевдовыборах в сентябре 2023 года, когда проводили там псевдовыборы оккупационных советов. Тут все очень просто. Они сделали досрочное голосование не неделю, как было в сентябре 2023 года, а три недели. То есть фактически на протяжении 20 дней они с вооруженными людьми будут приходить к людям с оружием. То есть членов комиссии охраняют члены оккупационных полиций. И, соответственно, люди видят их, боятся, да, и начинают принимать участие. То есть, ну, фактически это запугивание, да, это самый прямой инструмент, который они осуществляют через него давление. И смотрите, это все на протяжении 20 дней. То есть фактически вот, если бы эти псевдовыборы длились один день, то мы понимаем, что на них там бы попросту никто бы не пришел. А так, да, то есть как бы они фактически берут определенный период, вооруженные люди ходят с этими членами комиссий, оккупационных избирательных комитетов людьми, и, соответственно, то есть как бы попросту принуждают людей к псевдоголосованию, просто к участию в этом вот фарсе. Ну, то есть как бы просто необходимо понимать, что это, ну, как бы за гранью, это никакие не выборы, да, то есть как бы это просто вот такой глобальный процесс принуждения участия людей в этом бюрократическом процессе, который можно называть псевдовыборы диктатора Путина. Скажите, вот то, что этот процесс уже сейчас происходит, ну, по сути, это фиктивное голосование, а зачем так рано эту всю историю начинать? Ну, можно было бы же картинку 15-17-го показать. Все с копом, хором идут поддерживать прекрасного Солнцеликова. Так не могут просто. А как же ж, ну, вроде ж все в руках. Вся сила власти в одних руках назначенцев гауляйтеров и военных с оружием? Нет, так 15-18, ну, за три дня они не могут даже за три дня создать полноценную картинку. Они попросту не могут это сделать, потому что, ну, люди отказываются. Даже вот они их принуждают. Люди, ну, что они будут показывать? Как люди там спорят и говорят, да нет, я не хочу, чего вы ко мне пришли. Да, то есть как бы такого очень много. Я повторяю, в сентябре 2023 года, когда они проводили похожий фарс, но они его проводили 11 дней, то есть там голосование шло 11 дней, а не три недели, как здесь. Да, то есть как бы они тогда не успели и решили как бы исправить ошибки и увеличили количество дней этого псевдоголосования до более 20. И, соответственно, вот таким вот образом им необходимо перед Кремлем отчитаться, что количество определенных людей приняло участие. То есть они хотят, чтобы за Путина проголосовало, если так можно назвать, более 80%. Значит, посчитайте, сколько реально должна быть составить явка. Понятно, что эту явку они там рисуют, но для того, чтобы ее обосновать, им необходимо показать количество людей, которые реально пришло. Это реальное количество, что вот пришло, они не могут показать по двум причинам. Первое, это то, что фактически люди отказываются голосовать. Я напомню, что они даже разрешили принимать участие в голосовании по украинским паспортам, потому что люди, во-первых, не хотят оформлять российский паспорт на оккупированной территории, а во-вторых, они понимают, что если люди с украинскими паспортами не будут голосовать на оккупированных территориях, принимать участие, то фактически они не достигнут своей цели по количеству людей. И самый основной момент, это отток людей из временно оккупированных территорий. То есть это естественное уменьшение количества населения, и каждый месяц на оккупированной территории количество населения уменьшается на 30-50 тысяч человек. Это, кстати, данные самих, ну эти данные приводят, скажем так, те люди, которые работают там или в оккупационной миграционной службе, которые на связи есть с правозащитниками, которые говорят о том, что такой отток. На смену этим людям приезжают, это, как правило, чиновничий аппарат, чиновники, пособники оккупанта с сильными на территории Российской Федерации. Но этого количества людей все равно не хватает для обслуживания территории. Поэтому там сейчас коллапс миграционный на оккупированной территории с людьми. И, соответственно, вот эти все проблемы не позволяют им даже в три дня эффективно провести, просто хотя бы собрать людей и записать их для картинки. Поэтому три недели. Российские оккупанты разработали даже план в такой явке на псевдовыборы, которые должны выполнить руководители госучреждений на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. В России, а также на временно оккупированных территориях, начинается такое пропагандистское шоу с названием «выборы президента России». Конечно же, слово «выборы» мы берем в кавычки. Цель этого шоу – создать коллективную ответственность за преступления Кремля. То есть засвидетельствовать в поддержку со стороны россиян политики своего диктатора Путина, а также легализовать оккупацию. Вот путем вырисования явки, говорится в сообщении. Коллаборанты получили задание обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения. В то же время руководители предупредили, что благодаря видеонаблюдениям системы распознавания лиц на участках будет известно, был ли выполнен план и пригрозили последствиями в случае его невыполнения, добавляют в Центр национального сопротивления. Вот вы говорили про отток людей с временно оккупированных территориях. А что же можем сказать про приток со стороны России? Ведь у них была такая практика, что целыми автобусами завозили для того, чтобы создать определенную картинку. Насколько на сегодня это рабочий инструмент? Ведь это нельзя сделать незаметно. Ну, естественно, нет, смотрите, они нарисуют то, что им надо. Но для того, чтобы подтвердить эти нарисованные цифры, им все равно нужна будет какая-то картинка. Потому что там тоже работает у них оккупационная система противовесов. Они фактически жрут друг друга, то есть одни собирают информацию на других и, соответственно, стараются потопить. Так работают оккупационные администрации. Соответственно, им нужно показать количество людей. Они этого сделать не могут. Вопрос, завезут ли они кого-то. Ну, там есть много вариантов. Это у них псевдовыборы диктатора, поэтому там будут участвовать места лишения свободы, там будут участвовать военные подразделения оккупантов. То есть количество огромное. То есть там можно будет завести у них по несколько раз одно и то же предприятие. То есть это все они будут проводить, это они будут делать. То есть они постараются за эти 24 дня. Ну, да, вот вдумайтесь, абсурд. 24 дня они постараются за эти 24 дня обеспечить явку на эти псевдовыборы диктатора. Включая там оружие, репрессивный аппарат, все вот то, что люди запуганы, да. То есть вот они все, весь вот этот вот инструментарий будут применять на протяжении 24 дней, потому что они за три дня, за неделю они просто не справятся. Это показывает то, что у них все очень плохо. То есть они не могут, не могут даже, несмотря там с автоматами, со всем под контролем, там все, они не могут достигнуть реализации своих целей, которые им поставил Кремль, потому что есть сопротивление населения. То есть население не хочет делать то, что говорят оккупанты. Ну, смотрите, Павел, понятное дело, что и явкой, и этими репрессионными методами, по сути, угрозами, да, явиться или как-то проголосовать, ну, как-то мы понимаем, как, да, это все работает, должно работать по идее кремлевских кураторов, самого Путина, на легитимизацию, да, вот этого так называемого избирательного процесса. Ну, а, Павел, достигнут ли они, да, вот этого в отношении международного сообщества, поскольку, как мы понимаем, последние заявления со стороны того же Запада и представителей Европейского Союза, что такие выборы на оккупированных территориях точно нелегитимны, но и там уже поднимается вопрос в целом, да, по итогам так называемого вот этого плебисцитарного цирка, в целом поднимать вопрос о нелегитимности самого Путина. Как вы считаете, да, каковы перспективы вот таких решений, поскольку, ну, как мы понимаем, реакция международного сообщества и украинской стороны на эту всю историю явно однозначно. Естественно, что вопросы будут к легитимности диктатора, да, то есть, как бы, ну, наша задача взять не только результаты, вот, псевдовыборов диктатора, да, а взять еще и результаты и процесс псевдовыборов, которые были в 2023 году. Вслаться, естественно, на псевдореферендумы, которые были после полномасштабного отражения в 2022 году. Напомню, что еще в 2021 году Российская Федерация при проведении выборов депутатов в Госдуму Российской Федерации в 2021 году в сентябре привлекала жителей временно оккупированной Луганской и Донецкой области и Крыма к голосованию, да, то есть, как бы, они там вывозили массово людей, организовывали пункты на временно оккупирование. Тогда, когда были минские соглашения, да, вот Россия говорит, да, что якобы Украина их не выполняла, но на самом деле системно их нарушала Российская Федерация. И этому есть доказательства. Как минимум у нашей организации есть отчеты по всем этим выборам, которые я сказал. Вот собрать все в кучу вот эти вот факты принудительного привлечения местных жителей к этим псевдопроцессам избирательным, да, вот собрать это все и показать Западу и сказать, вот, смотрите, и на основании этого вот всего перечных документов сказать, да, Путин нелегитимный, потому что они нарушили избирательный процесс, когда выбрали депутатов, они провели псевдореферендумы, когда вторглись на территорию Украины, они провели двое псевдовыборов, там, диктатора Путина и местных муниципалитетов, в которых вошли в основном все парламентские партии Российской Федерации, которые входят в Госдуму, и вот это вот все тогда позволит сказать, режим Путина полностью нелегитимен. Не только его, не только диктатор, но и Госдума, но и эти муниципальные органы власти, три оккупационные органы власти, да, пособники оккупантов, которые были избраны в кавычках в результате этих псевдовыборов. То есть нельзя говорить только за псевдовыборы диктатора, надо зацепить все вот эти псевдопроцессы, которые провели оккупанты, да, для того, чтобы показать, что это полностью террористический режим, это, ну, там все бандиты, да, потому что вот есть доказательства конкретные, что когда еще минские соглашения были, они уже тогда выборы проводили, да, то есть у них тогда еще уже намерение было, в 21-м году, соответственно, и тогда уже на этом основываться. Это вот мое мнение. Также российские оккупанты во время псевдовыборов усиливают фильтрацию, завозят силовиков на временно оккупированные территории Украины, частично уже затронули с вами тему методов российских оккупантов. Также добавлю, что отправили уже более 10 тысяч росгвардейцев, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Так вот, по его информации, в Мелитопольском районе россияне совершают облавы под предлогом поиска наркотиков. На самом же деле оккупанты проводят незаконные обыски, проверяют документы, также завозят так называемых волонтеров, привлекают к контролю предателей и коллаборантов. И в завершении этой темы мы так или иначе обсуждаем каждый раз, затрагивая под подобные темы, все-таки хоть какие-то инструкции, как действовать людям, которые живут на временно оккупированных территориях. С одной стороны, мы понимаем, что нужно выходить из дому, там, не знаю, за продуктами элементарно, но с другой стороны, ведь должны быть какие-то меры безопасности. Насколько это реально, себя обезопасить и какие сейчас есть инструменты, ну, возможно, советы для жителей временно оккупированных территорий? Ну, это, естественно, информационная гигиена. Если вы смотрите про украинские ресурсы, вы всегда должны чистить историю поиска, пользоваться VPN-ом. Также обращайте внимание на провокации. Как правило, сейчас как действуют эти оккупанты, розгвардейцы, необходимо понимать, что розгвардия, она выполняет функцию политической полиции оккупанта на захваченных территориях. То есть, как бы, вот они подсылают провокаторов, да, то есть, как бы, ты можешь идти в магазин, к тебе могут подвести провокатора, и там, он тебе может сказать, ну, там, спровоцировать, чтобы ты что-то высказал негативное в отношении Российской Федерации. А это сделать нетрудно, да, в отношении того, что творит диктаторский режим Кремля на оккупированных территориях. И ему даже не обязательно просто снимать вас на камеру. Вы сказали, он пошел на вас, написал донос, и на основании этого доноса к вам пришли. Поэтому обращайте внимание на свой круг, с кем вы общаетесь, почему к вам подошли, почему вас это спрашивают, да, обязательно информационная гигиена и все. Ну, и необходимо понимать, что даже учитывая вот все эти правила, все эти правила, все равно могут прийти оккупанты с обыском, потому что где-то кому-то что-то показалось, или дом ваш понравился, или квартира ваша понравилась, или машина, да, то есть, как бы сейчас это у них модно, да, то есть, как бы сейчас они там делят бесхозное имущество, начинают обвинять в разных преступлениях местных жителей, которые, ну, как бы там, у которых что-то есть. Поэтому, конечно, самый лучший момент, ну, самый лучший вариант остаться на свободе, остаться в живых, это выехать со своими детьми на оккупированных, из оккупированных территорий, потому что даже если вы защитили себя, то могут прийти и забрать ваших детей, чтобы через, по решению суда, лишить у вас родительских прав и депортировать ваших детей в Российскую Федерацию. Поэтому и такое необходимо, ну, то есть, как бы понимать. Там нет правового поля, а, соответственно, ваши права и ваша жизнь всегда под угрозой оккупанта. То есть, нам надеяться только на главнокомандующего и бронесылы Украины. Да, действительно. Павел, спасибо вам за разговор. Благодарим, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, основатель Восточной правозащитной группы, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова